Народ, всем привет! Сегодня у нас выезд Шелби Кобры. Как вы помните, предыдущий ролик закончился на том, что мы завели машину. И многие из вас, возможно, подумали, ну раз они ее завели, то до выезда делов-то всего ничего. На самом деле, мы думали точно так же. Жизнь показала, что это совсем не так. И до выезда еще нужно было сделать кучу дел. Однако, как вы помните, в то время у меня как раз были проблемы с коленом. И, точнее, они как бы и сейчас есть. Просто сейчас уже все. Мне врач разрешил даже бинт не наматывать на нее. И следов почти не осталось после операции. А тогда я еще даже не предполагал, как все это закончится. Я еще не знал, какая будет операция. Но знал дату. И я очень переживал за то, что если, допустим, мне сделают операцию, и после этого я не смогу ездить на механике. А кобра, как вы понимаете, на механике. Поэтому лично для меня категорически важным было совершить выезд до того, как я лягу в больницу. Ну ты что, брат? Ну иди. Иди. Обниматься-то будем? Ну что ты, кот? Ну, кота лишь бы гладили, его все устраивает всегда. Иди, покатайся на колесах. Короче, и так. Вы все видели одиннадцатый день сборки, который как-то плавно перерос в полу-двенадцатый. В общем, короче, неважно. Сегодня у нас на самом деле не сборочный день. И я вчера Славе сказал, Слав, сегодня мы не собираем, ты можешь ехать в офис там по своим делам, туда-сюда. Слава успешно, конечно, и свалил в офис. А я сегодня с утра ездил сдавать анализы, так как у меня в четверг уже должна быть операция. Вот, на ногу. Я сегодня съездил, сдал анализы, после этого заехал, постригся. Короче, жизнь заиграла новыми красками, и у меня осталось свободное время. Я думаю, вот сейчас я из Москвы сюда, в Подмосковье приеду, на чем мне ехать? Поэтому, вот, вот, смотрите, вот я на чем сегодня приехал. И, знаете, если в Москве и области идет дождь, значит, я выехал на Лимонке. Каждый раз, когда я на ней выезжаю, идет гребаный дождь. Вот, блин, вызываю дождь. Приехал я сюда не просто так и не с пустыми руками. Я взял с собой, заехал в магазин и купил одну очень важную вещь. И я прям не мог дождаться завтрашнего дня. Завтра у нас официальный день сборки, очередной, 12-й, по-моему, по счету, со Славой. Слава приедет сюда, но я решил приехать сегодня и сделать часть работы заранее. Вы помните, что после запуска двигателя появилась определенная проблема. Проблема с электрикой. Точнее, ее-то проблемы сейчас нету. И можно даже о ней не думать, но проявилась проблема у меня в голове. Мне захотелось сделать все совсем не так. Не так, как предполагали американцы. И не так, как вообще, в принципе, у нас было сделано. И вообще, в общем, не так, как все это должно быть, а так, как я хочу. Очередной раз, как я хочу, буду так и делать. Поэтому я купил вот такую вот фигню. Называется она терминал или дистрибьютор, как угодно. Смысл этой фигни заключается в том, что здесь, обратите внимание, одна общая шина, которая разделяется на четыре отдельных плюсовых провода. И обратите внимание, сюда приведен плюсик. И смотрите, вы скажете, у тебя же был до этого вот такой вот плюс на аккумулятор. Но, как вы помните, косяк был в том, что он идет слишком близко к глушителю. И мне нужно было сделать петлю. И сейчас я сделал не просто петлю, а сейчас я делаю сразу просто самый лучший тип электрики на кобре. Вот я уверен, что в 60-е никто так не делал. Киткары так не делают. Поэтому, кто бы где бы не собирал, это будет лучшая сборка кобры по электрике. Просто потому, что я сейчас максимально разгружаю все цепи, защищаю их по отдельности предохранителями. Как вы помните, у нас был один пред на 250 ампер, вот такой вот, который позволяет сгореть вообще, прежде чем он перегорит, прогорит сам. Вы успеете сгореть 10 раз на машине, потому что он очень мощный. И у нас сюда все подключались плюсы. Меня эта система очень бесила. И после запуска мотора стало понятно, что надо все-таки переделывать по-нормальному. Это, как вы знаете, из автозвука. То есть я заехал в магазин, который торгует товарами для автозвука, и там смог ее найти. По-хорошему на любом автомобиле. Во, кстати, я могу вам сейчас на своей Шкоде показать вообще на лимонке. Вы это можете увидеть на любом ВАГе, на любом ВАГовском автомобиле. Особенно, если платформа будет А5-Б6, то у них вообще абсолютно одинаковые блоки предохранителей. И вы их знаете, стоят они здесь сбоку. Важно, что вот здесь, если вы сюда посмотрите, вот залитые белой смазкой, здесь стоит набор предохранителей. Это плюсы на усилители руля, на генератор и так далее. Ох, кстати, у меня здесь тоже стоит киксовский этот. Прикольно. Теперь то же самое здесь. То же самое здесь будет выглядеть, ну вот, немножко так вот. Вы скажете, конечно, акустический вот этот вот дистрибьютор не самая лучшая вещь для автомобиля. Потому что все-таки в автозвуке и в нормальной электропроводке автомобиля чуть-чуть разные допуски. И если сейчас окажется, я буду щупать его в ходе работы, если, например, он будет греться, или будут у нас какие-то проблемы со скачками напряжения, или просином, или что угодно, я его поменяю. Это не проблема. Но самое главное, что я сейчас сюда все приведу. И самая главная проблема, которой я даже не занимался, называется тахометр. Тахометр не работает. Я не понимаю почему, потому что я подключил его точно так, как нарисовано, точно так, как объяснено. Причем он прям вообще не работает, он просто молчит. Хотя если его искусственно запускаешь в эти тестовые режимы, все тестовые режимы он показывает. Еще примерно я так прикидываю. Часов 5-6 работы по подкапотке, и проводка будет закончена. После этого день работы по салону, по торпеде, плюс по проводке вот здесь. И надеюсь, я за день все закончу здесь. И еще полдня это ковыряние сзади. Вы скажете, а чем ты занимаешься? У тебя же вроде все в работе, все подключено, ну кроме тахометра. Я занимаюсь тем, что теперь эту проводку ставлю в те места, где она будет стоять навсегда. Ох, я еще даже вообще не трогал провода на фары, поворотники и так далее. То есть это все даже вообще еще не подходил я к ним. У меня, блин, послезавтра операция, а я хочу по максимуму успеть с коброй зацепиться, чтобы... Ну непонятно, что там, сколько будет реабилитации, до сюда. Хочу по максимуму подготовить ее. Я заколебался, честное слово. Я думал, будет веселуха какая-то, не будет веселухи. Грусть, тоска. Для того, чтобы выехать на этой машине, необходимо было закончить с тормозной системой. Доделать, решить вопросы с проводкой, которые, как вы помните, у нас возникли. И залить масло в редуктор и так далее, и так далее. И все, что я перечисляю, казалось бы, это мелочь. И она особо не занимает время. Да, если вы эти системы, например, ремонтируете на исправном автомобиле, но когда вы собираете их с нуля, допустим, та же тормозная система, мы ее собрали, но не проверяли. И залить тормозную жидкость, а еще тогда, по-моему, даже еще бачок не установили, еще установить бачок тормозной жидкости, залить ее, прокачать, посмотреть, не течет ли она. Напомню, у нас были проблемы с передним суппортом, который кто-то там, не знаю, не помню, кто вообще, запорол. Вот, и как бы проблемы были, надо было понять, может быть, он потечет после этого. В общем, два дня усиленной работы, впахиваний, лишь бы эта машина выехала. Провод, восьмерка, 8 квадратных миллиметров. Просто посмотри на этот провод. Он может бороться за свое будущее, этот провод. И стать одним из самых важных проводов в Кобре. Провод, провод, ну что ты? Я не верю в свои силы, я просто обычный работяга. От тебя зависит судьба всего человечества. Я сделал выбор. Я был создан для этого. Ты думаешь, ты просто так сюда попал? Ха-ха-ха-ха! Злобная катушка! Именно она заставила тебя приехать сюда. Ну, ни хрена себе! Да! Ди-дин-ди-дин-ди-шь! Ты-ды-шь, ты-ды-шь, ты-ды-шь! Вот, кто-то скажет, блин, ужас, на самом деле это великолепно И прекрасно, вы просто не разбираетесь в самом деле Мне было необходимо спрятать такое количество проводов, развести И они здесь разведены довольно четко, важно Что к блоку предохранителя доступ есть К блоку предохранителя доступ есть, разъемы снимаются И это самое важное Еще это куда-нибудь хомутиком пристегну сейчас И будет вообще красота Ну вот, соберу под торпедную проводку, потом уберу здесь нафиг Че ты угрожаешь сразу? Так уберусь нахрен Что все офигеют Блин, гребны, камазовские колеса Слава, Слава, поплыл Я такие тяжелые, блин Колеса тебя победили Колеса 1-0 со Славой Я их все-таки одолел Слушай, а сидушка не такая плохая Правда, с нее педали нажимать неудобно Можно оставить Уберай короче наконец-то сегодня мы запускаем тормоза я реально рад и слава рад все вот уже бачок стоит а ты кстати ты залил тормозуху бачок-то не приклепал ни хрена я говорю сначала бачок приклепать это неинтересно вот соответственно слава залил тормозуху и теперь мы смотрим ну-ка а ты на педаль не пробовал нажать о булькает почему не надо я участвую так покачаю смотри аж улетает тормозуха сразу вода говоришь работы интересные у тебя нет это офигеть какая интересная работа на самом деле тормоза прокачивать да я окей просто тормоза прокачивать согласен не интересно но первый раз когда ты запускаешь такие например тормозах вилл вуд тюнин и так как спидометр у нас джи пи эсный есть специальный датчик правда опять у нас не особо нарисовано куда его ставить я вот так а он на магните прикинь он магнитный афигеть он крепко сидит ну и все а мне вообще ничего не надо я просто его так вот и все и будет у нас вертикально стоять заметь как одна жестянка меняет сильно восприятие да я тебе говорю я прям вот сегодня просто на позитиве на диком потому что мы катастрофическими шагами просто летим до уходит много времени да мы пока еще не прогнозируем даже завершение но это все больше начинает приобретать вид автомобиля этот хитрожопый кот взял и обоссал присадку в задний редуктор ну вот как он мог блин просто вероломно обоссал присадку блин в редуктор еще помимо этого он по пути опасал диван блин но на хрена так делать кот он заколебал мы как сюда переехали он каждый день где-то до нас и каждый день ну невозможно столько убираться блин жужбей иди сюда да я тебя хоть поглажу хороший кот хороший ага и сейчас он себе в ренже насыт потом ты будешь рассказывать какой он хороший короче мы наконец-то заливаем масло в редуктор задний он слава счастливый пошел чай пить и тут вступает в дело как раз та тема из-за которой код сегодня везде не попали есть вот такая вот штука называется она модификатор ужас модификатор трения здесь стоит задний редуктор от мустанга 2015 года он так называемый 7 слип полу скользящий но по-русски дифференциал повышенного трения так вот и по инструкции к нему идет вот этот модификатор трения и код сволочь блин я вчера привез положил а он сволочь две банки таких а ну он взял их и обоссал сволочи вольняют просто я уже мыл стирал ее она воняет паскудина это блин эээээ просто конец так хорошо в редукторе масло есть сцепы есть мы можем ехать серьезно руль только поставить и все а по-хорошему у нас к выезду ну сход развал сделать руль поставить но это все такие вещи которые то есть если сейчас есть выжать сцепление воткнуть передачу то она будет трогаться в теории вот сегодня вторник какое число сегодня двадцать седьмое да все уже посмотрели видос вот сейчас он только вышел время это 9 вечера он только недавно вышел и все смотрят видос а мы не можем сами мы его не видели даже вот сам же выкинул пятерку это куда-то теперь хожу ищу слава это от старости а теперь мне нужен маленький хомутик можешь мне его подать я за это скажу тебе где пятерка отлично спасибо где она где-то в гараже я не знаю откуда я могу знать слава как ты вообще надеялся как ты вообще в это поверил обманул блин не в чем обманул я же сказал вот опять решил действовать методом который всегда всех так умилял и радовал он думает что если сейчас как бы будет делать то что как всегда то как бы все должны умиляться такие ой но это так не работает говнокот как хорошо когда есть новые болты и гайки это вроде мелочи а так круто ты везде сразу ставишь все новое одинаковое красивое просто идеально габариты есть ништяк так аварийка есть и все работает это было аварийка тебе поворотники надо моргает я предлагаю сегодня перед тем как закончим убраться да конечно так давай давай вешать панель заколебал она уже а чё я тут болты у меня смотри чем есть вот видишь я стартерный провод еще даже не прокинул ты опять сливаешься а чё сливаешься занимайся этим почему я должен давай на какие болты будем сажать пока один саморез по центру любой какой нафть саморез ты серьезно а ты как что ты собираешься на болты ну закрути пока саморез одну дырку по центру потом мы выкрутим засверлимся поставим его же главное повесить ее на один саморез по центру у кай вот этот шланг может короче там где можно накосячить он все время мне говорит типа там ага если бы это было критерием то есть и и Субтитры сделал DimaTorzok И на самом деле, чем дальше по процессу, чем ближе к окончанию срока, тем меньше уже мы отвлекались на разного рода какой-то юмор и прочую фигню и больше просто в тупую колбасили, потому что есть план и надо успеть согласно этому плану. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну сегодня не будет, короче, веселухи никакой. Дима, имею в виду. Один унывающий Слава в кадре. Слава, брат, ну ты не унывай. Чего мы развал будем выставлять? По книжке. Но он тебе рычаги не мешает выставить их. Сначала по книжке выставим, а потом уже тонко регулировать будем на станке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, держи меч как птицу. Крепко, чтобы не улетела, но нежно, чтобы не повредить ее. Так вот, когда ты зачищаешь кусачками провода, кусачки нужно держать как птицу. Нежно и крепко. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а кто-то здесь 292 уже выставил. Я вот припоминаю, что ты там крутил на глаз. И, видимо, так четко попал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там все выставлено, Слава. Я сейчас перепроверю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перепроверяй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Себя. Я там все четко выставил. Зачем ты чужие заслуги себе приписываешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну это как бы в рамках менталитета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еще и протянул, оказывается. Офигеть. Ай-да-яй-да, молодец. Я все сделал. Единственное, я их не посадил на гель резьбовой, потому что сход-развал все равно делать и более точно выставлять. Там такая точность, плюс-минус полметра. Лапа резьбовую очередь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На резьбовую очередь не писали. На резьбовой, потому что надо его регулировать еще на сход-развале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, смотри, Куслав, молодец. Да, нормально, нормально. Продумал. Ну, здесь я ночью уже делал, там уже темно было. На глаз чисто. А, ну нет, почти. Ну, почти, потому что ты ее крутил там. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бред, по-английски, это хлеб. А друг, это наркотик. Так что я бы с американцами лишний раз не общался. Они... А я, по-моему, им тысячу раз говорил уже, да? Ты это ни разу не вставлял в видео. Хотя это довольно интересно подмечено. А где саморезы-то? Блин, Слава все разбросал, теперь все потерялось. Офигеть. Слава здесь вчера убирался, а ты вообще-то сказал, мусор выкинешь. И хрен выкинул. Да, ну я вчера... Ну я прям здесь же еще работал в отличие от тебя. Да. И ты спал в отличие от меня до часу. Ни хрена я не до часу спал. Я в одиннадцать встал, блин, Слава. Болгарку специально закинул, чтобы я не достал, да? Да, Слава, если ты не будешь одевать очки, Дима сказал, что он тебя побьет. Ну я-ка проверим. Скорее, пять будут колеса, нет? Хе-хе-хе, ты так сход-развал проверяешь еще? Да. Да. Зад точно кривой. Ну и что, ты хочешь сказать, в разные стороны смотрят колеса еще? Не знаю, я же еще не смотрел. Но зная твой глазомер, да, в разные стороны. Блин, а не идти ехать тяжело будет. Вообще конец. С такой дурью еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дурби. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ты? Иди сюда. Ну иди уже, подойди. Пошел. Выезд, выезд, это уже довольно опасное мероприятие. То есть мы выезжаем, и если где-то что-то не затянуто, или где-то что-то не сделано, это может стать критичным. Поэтому в последний день, вот прям перед самым выездом, перед самым этим шла подготовка, мы уже старались притянуть еще рулевую, там, везде все, тормоза, все как-то, 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 как-то. Короче, максимально быстро пробегались по всем жизненно важным системам для того, чтобы эта машина могла поехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прежде чем вы сейчас увидите сам выезд, сразу я вас предупреждаю. Этот выезд не совсем связан с полноценной сборкой автомобиля. Напомню, именно из-за операции мне было необходимо выехать как можно раньше на этом автомобиле. И нам пришлось пожертвовать всем. Всем абсолютно. То есть абсолютно всем, даже сидушками. Первый выезд состоялся без сидушек. Мы сидели на картонках, а за спиной стояла канистра. Без безопасности, без ничего. Просто цель выехать. Итак, долго ли, коротко ли? Было решено все-таки ехать. Очень страшно. Страшно в плане... Она такая шумная, такая громкая. Эта машина. Ох. Короче, внезапный первый выезд. Я сейчас, знаешь, подумал, так карикатурно получается. Стоит Камри, которая является кузовом и салоном без двигателя и подвески. И стоит двигатель и подвеска без кузова и салона. То есть настолько противоположные вещи, что даже удивительно. Фух. Ну что? Я буду в тапочках, наверное, все-таки. Босиком. Это не так удобно. Блин, тут обглушитель обварится и вообще не проблема. Слава, брат, ты со мной? Ой, блин. Ну что, от винта. Поехали, пупсичка. Ну что, пробую? Первые метры. Ручьи. Охренеть! Ты же заедешь. Сади! Бим, а ты закрой на поворотах, ладно? Да. Это жесть. Это просто жесть. Слушай, что-то она как-то хреновая. А может, топлива не хватает? Нет, мне кажется, знаешь, что? Мне кажется, проблема с воздухом. Стой. Практически сразу, как только мы выехали за ворота, стало понятно, что есть у нас проблемы какие-то с работой двигателя. И это как раз самое обидное, это по моей части. То есть, у нас плавали обороты, мотор при перегазовке простреливал, не работал прям как надо. Смотри, она, видишь, пытается поймать простой вход. Вот, у нас полотенец коллега, вот сюда. С одной стороны, если мы говорим про оживление мертвеца, да и это не особо-то проблема. Ну, дайте мне время, и я спокойно разберусь, в чем там дело, и устраню. Но у нас нет времени. Поэтому мы ехали на нештатных колесах, без сидушек, на полностью раздетой машине, не проверенной до конца, а еще и с нерабочим двигателем. То есть, как вы понимаете, какого уровня выезд мы получили. Примерно такой. Ну что, пофиг, пробуем. Выбор-то какой у нас. Это надо будет разбираться. Едем? Смотри. Ну ладно, пофиг. Едем. До конца не уворачивай, только. Офигеть, она жесткая. Тормоза вроде есть. Я чуть-чуть сказал. О, сфидометр работает, прикинь. Да? А так, кометр нет, да? А, никакой, блин! Ты что прикатываешься? Серьезно, никакой, ест. Я очкую, серьезно. Да весьма страшно. Охренеть, она жесткая, блин, вообще конец. Вообще конец. Я не знаю, за что это за... Ты только не галнуй, блин, серьезно. У тебя с паразином уже едут? Ой, вот как... Кардан, я не знаю. Кардан на кардан, локоть не знаю. Не галнуй, ты что прикалываешься, что пока вообще непонятно. Ой, ничего, блин, серьезно, я выброшу нахрен, я тебе отвечаю. Все, 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 все. Я очкую. Возьмусь вам. Не, просто такая непонятная техника, блин. Сейчас, возможно, у вас в голове крутится мысль, что они вообще такое творят? Нахрена все это нужно? Ребят, нам это было необходимо. Нам прям жизненно необходимо. Даже в таком состоянии было проехать. Это было категорически опасно. И делать так, в принципе, не стоит. Однако же, мы получили огромную массу ощущений от этого выезда. Вы даже не представляете, насколько то, на чем мы ехали, отличается от традиционного понимания автомобиля. И даже не отсутствием кузова или сидушек, нет. Это кардинально. То есть, весь, вся эта, я не знаю, как это назвать, багги. Весь этот, все это пародия на автомобиль. Блин, в управлении совсем не похоже. Да вообще, я не знаю, это просто, это, это, это просто какая-то катастрофа. Это огромный пятилитровый картинг. Вот я по-другому не скажу. Давай чуть-чуть на путь. Не, блин, не надо. Я только попрямую, возьми, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ладно, ладно. Я не знаю, просто, что, что будет. Серьезно. Я не уверен. Не, он не ездит. Он не ездит. Он не ездит. Что, поехали обратно? Иди за Висла. А назад все, а не просто. Задняя, как на этом. Ну что, готов? Поехали обратно. Ой, главное, был шаг не обвалиться. Ну что? Блин, вообще страшно. Где третий, да? Слава трогается с третий. Сейчас негазуй сильно. Видишь, как она дергается? Я тебе говорю, это воздух. С воздухом проблемы. Торпоза. Торпозов нету, жди. Страшно. Торпоза у них плохие, проверь. Они прям плохие. Жесть. Торпоза. Ой, вставай свою мать. Страшно же. Кстати, доезжать она неплохо в поворот, да? Смотрите, люди. Смотрите, люди. Люди же, блядь. У меня где-то тушитель есть, чувак. Сейчас все крутится, смотрите. Ну, с колеса. Все, прям, вот. Стой, 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 блядь, тормозить, блядь, тормозить, стой. Матис, прости, Матис. Это жесть, как-то. Прощай. Блин, ее надо настраивать. Хочете? Она вообще плохо настроена. Нет поворотников. Блин, тут дорога, земля, понимаете? Е-мой, е-мой. Тут еще все острое, об этом все, блин, ушатываешься. Сзади пылища. Блин, она жесткая, вообще, конечно. Ну, это вообще круто. Девчонки, поехали кататься! Прыгайте, только некуда. А что ты, задом заезжать? А, давай. Словите, такие сразу, давай, поехали. Как легко, где-то цеплять. Тайлер заднего вида, Слав, вот. О, надо разобраться, почему не вентилятор постоянно работает. У нас машина явно в аварии, чувствуешь, да? Да, да, да. Она прям жестко в аварии. Она не понимает, что от нее хотят. Ну, то есть, ты газуешь, а у нее с топливом-воздушным проблемы. Ну, там же при этом такое подхватство. Вообще. Он еще ощущается здесь. Это было офигенно. Ну, вот серьезно. Я на первый раз казанул, я хотел бы сказать. Вообще, конец. Это такие ощущения. Блин, ну вот, что случилось? Надо, короче, понять. Брат, да брат, расскажи, что с тобой? Короче, мы заметили несколько нюансов. Этот выезд был нужен. Во-первых, у нас течет. Из-под датчика температуры, да? Надо будет затянуть его. Ну, на конусе его чуть-чуть подтянуть. Видишь, капает. И причем под самого датчика видно, давит. Там неудобно сидеть. Газ. Ты вот так вот ногу... Одну по другую славу хотел вызвать сцепление, тормоз выжил по пути. Неудобно сидеть. Я не... Вот видно, что не... Сидушки такие. Не, это вообще конец. Я такого не... Блин, вот почему он плохо едет? Еще бы ему ехать хорошо. Нет, даже при этом... Очень страшно. Очень страшно. Ты даже не представляешь, как страшно. Но это круто. И она поворачивает. У нее просто... Руль работает просто супер. Она реально... Она... Руля слушается. Очень чуткая такая. Она жесткая. И она поворачивает просто как вот... Как картинг заезжает в поворот. Ну это круто. Ради такого стоит жить. Игорь Камри, пупсечка, прости. Она должна была уже ездить к тому времени, когда эта фигня только начнет собираться. Причем сайлентблоки уже пришли. Всем насрать. Итак, цель была достигнута. Мы выехали на 12-й день сборки. Однако, я сейчас вам скажу, в гробу я видал такой выезд. По результатам этого выезда стало понятно, что... Таким темпом мы нормально эту машину не соберем. Потому что выезд состоялся на непроверенном, недоделанном и ненормально работающем. С нештатными колесами, с непроверенными системами тормозов или даже с неотстроенным сход-развалом. Просто, вот знаете, закидали все на раму и поехали. Но это доставило просто огромную массу впечатлений. Но по итогам была печаль. Вот печаль была итогом просто потому, что... Я ожидал гораздо большего. Я думал, ну... В8, 5-литровый койот. Даже на этих нештатных колесах. Даже без всего этого. Но он должен валить. А она не ехала. Она ехала очень плохо. Пропердывала туда-сюда. Плюс ощущение от вождения нормальных не получилось. Потому что сход-развал кривой. Колеса в разные стороны крутятся. Нормально в повороты не заходит. Руль тянет. Короче, это был такой выезд, Которого по итогу лучше бы даже и не было. Но, однако же, цель была достигнута. На 12-й день сборки, ребят. На 12-й день сборки мы уже выехали. Итак, торжественное событие. Я втыкаю OBD2 в разъем OBD2. Бабах. Питалово есть. Все в порядке. Включаем зажигание. И где мой телефон? Нет кодов ошибок. Да ладно, серьезно. Он не едет вообще. То есть, он как бы Вот так вот постоянно захлебывается. То есть, у него нет вообще эластичности никакой. Он не пытается ехать. Он сразу просто Вот так вот и все, и умирает. Хааа, наоборот. Блин, надо посмотреть по форду. Мне нужна, короче, фордовскую прошивку. Очень хорошо. Я смог прочитать. Долгосрочная коррекция топливоподачи. Минус 15, минус 16. Это значит, что у него смесь очень богатая. Наоборот, не бедная. Вот почему, кстати, воняет очень жестко. У нее адаптации улетают в минус 16, блин, процентов. То есть, она жутко переливает топливо. Тогда я еще не знал, в чем проблема. Но чуть позже по ролику вы об этом узнаете. Что мы ехали на пороховой бочке, ребят. Мы ехали на пороховой бочке. Блин, я сейчас вспоминаю и просто думаю, как все это могло печально закончиться. Но моторную работу точно неправильно. Мне это не нравится. И меня вообще такое не устраивает. Вы что, шутите, что ли? Она должна, блин... То, что мы ехали, она вообще ерунда, Слав. Она должна валить в тысячу раз сильнее. Она вообще не ехала практически. Сейчас работает ровно мотор. Но он садаптировался. У него же коррекция минус 15, 16. Да, да, садари. А сейчас он греется, он не может продавить, похоже. Движемся. Он не должен греться. Не должен. Ему, похоже, давлекания не хватает. Нет, он не может так греть топливо, по-моему, сильно. Это очень плохо. Погоди, а дальше? И фильтр горячий. Это очень плохо. Этого не должно быть. А здесь уже после фильтра, ну, как бы холодно пошло. Слушай, у нас, похоже, с топливом проблемы. Это мы могли так взлететь на воздух, на самом деле. А вот почему он сейчас вот так булькает, это потому, что, возможно, он... В нем бензин кипит. Ну, да, да. И у него он не может засасывать жидкую фракцию. Я просто не встречал. Я такого не встречал. Я ни разу не сделал, чтобы у нас он так сильно грелся. На нем разъем не одет был. А ты не мог сейчас выдернуться в году? Нет, он же защелкой должен быть. Он был точно не одет. Так. Что, давай попробуем погонять этим насосом что-нибудь. У нас есть шланг. Надо сюда шланг натянуть. Засунуть этот насос в что угодно, в любую жижу. И пусть кочегарит. У меня красный к красному, да? Смотри, как четко. Мог ошибиться. Но нет, красный к красному, черный к черному. Поехали. И нет проблем, да? Не, он уже не булькает, да? Слушай, похоже, я разъем не додел. Но он же сейчас работает нормально. А, надо заткнуть его, попробовать. Давай, потихонечку зажимай. Была бы обратка, вообще не было бы проблем. Там и давление меньше, и нагрузка меньше. Все сбрасывается, циркулирует. Кстати, возможно, он передавливает тоже, кстати. Точно, тоже вариант. Почему он коррекции в минус пускает? Возможно, машина работает на меньшем давлении, чем бензонасос. И знаешь, как мы можем решить этот вопрос? Гениально! Ваговский фильтр, топливный, имеет внутри регулятор давления и обратку. И вот этот фильтр стоит копейки. Ставим его, и уходят все проблемы. И вот отдельная тема регулятора давления. Блин, это такая жесть. Если среди зрителей есть какой-нибудь диагност, или вообще человек, близко работавший, плотно с автомобилем, он сейчас, наверное, пробивает себе фейспалм по голове. И если бы я со стороны пришел к этой машине, я бы, наверное, так же сказал, вы что, тупые, шоль? Как вы это подключаете так? А я не знаю почему. Почему-то, находясь в процессе, из-за гонки, из-за скорости, из-за чего-то, я упустил этот момент. Я упустил момент, что без циркуляции бензонасос явно не сможет работать. Любому бензонасосу нужна циркуляция. Любому. И для этого, например, где-то реализуется при помощи регуляторов в фильтре, где-то регулятор стоит вообще, если вы посмотрите, у вас, например, скажите, а вот у меня из бака идет всего одна трубка, значит, у вас регулятор стоит в баке. И бензонасос сбрасывает давление в бак. То есть он там, прям внутри, вот в этой системе, если вы ее достанете, система бензонасоса с поплавком, со всем этим, вы увидите там вот этот регулятор давления, который поддерживает необходимое давление в системе. И я не знаю, почему я упустил эту тему, но это могло быть просто фатальным. Все верно. Мы, я идиот, не надо этот насос в стенку упирать. И не упирается он в стенку на этих машинах. Он, я сейчас вспомнил про фильтр, и здесь стоит такой. То есть здесь насос не держит давление в упор, сколько может, а регулятор просто раньше стоит, поэтому нет обратки. Хорошо, давай мы дождемся, пока он нагреется, он же там быстро грелся. Так он у тебя сейчас не греется? Нет, пока. Не, а если он оттуда уже хреначит? Да он охреневает этот насос. А почему я говорил, что насос может давить без циркуляции? Не, не, я идиот, все правильно. Он нету, никуда он так не давит. Да, все верно, что я гоню? На машинах, у которых с фильтра выходит один этот, как его, штуцер. Бывают такие, в баке откручиваешь, там один. У них внутри, ты достаешь, и у них внутри регулятор стоит, возле бензонасоса, внизу прям, такой бабышка. Все верно? Везде есть регулятор давления. Это я идиот. Очередной раз я идиот. А почему я так думал-то тупо вообще? В общем, сборка Кобры показала, насколько я тупой. Я тупой. Все, конец. Жесть, это действительно так. Я не знаю, почему. Я тысячу раз сталкивался с этой системой на разных автомобилях, и я знаю, как она работает, как она должна работать. И я при этом все равно не могу понять, как я этот момент упустил. Причем я с каменной рожей, на полной уверенности, собираю бензонасос и упираю его подачу просто в топливную рампу, в которой нет, нет циркуляции. И мы на этой машине еще после этого ездим. Это просто жесть. Вот. Ладно. Хорошо, что это все хорошо закончилось. И вот, наверное, у нас в чем вся проблема. Скорее всего, после того, как мы решим вопрос задоволеком, у нас это уйдет. Но мы можем получить то, что на мощностных режимах у нас насоса не будет хватать и из-за фильтра, и из-за самого насоса. Но это уже будет совсем другая история. И вы скажете, окей, в ролике заявлено первый выезд Кобры. Сейчас середина ролика, и вот он состоялся, первый выезд Кобры. О чем еще 40 минут? Или я не знаю, сколько там Дима намонтирует. Вот. На самом деле есть о чем. После этого выезда, буквально на следующий день, я уже поехал в Москву, и начал готовиться к операции. И уже на следующий день, после следующего дня, как-то слишком сложно я все это объясняю. В общем, я уже попал на операцию. Слава, естественно, счастливый такой, все, я добби свободен, я могу делать все, что хочу. Он-то думал, что я на операции, там, ну, там, буду еще, у меня будет реабилитация, я буду лежать там, в этой больнице, хрен пойми, сколько времени. И он просто и свалил в нурлат. Вы даже не представляете, вот, я только что вкусил кайф от этой кобры, чуть-чуть буквально почувствовал, насколько она классная. И мне приходится лежать в больнице. Все это время я думал только о кобре, о том, как я ее буду собирать и так далее, и так далее. Но, однако, это дало мне небольшой период именно осмысления ситуации. Потому что все время сборки это была гонка бесконечная, когда у тебя нет времени лишний раз о чем-то подумать и проанализировать. А тут я полежал сутки, обдумал все-все-все-все-все. И поэтому в тот же день, когда меня выписали, первое, что я сделал, это поехал в магазин автозапчастей, накупил кучу всяких ништяков и быстрее поехал обратно к кобре. И так как Слава в нурлате, и в принципе, по-хорошему, я не могу заниматься сборкой кобры, потому что, если я начну заниматься сборкой, это пойдет в зачет времени, а Славы нет, а я один точно не успею. В общем, единственное, чем я мог заниматься без проблем, это ремонтом. То есть устранением неисправностей, которые возникли в ходе сборки. Это не считается, не идет в зачет сборки автомобиля. Кто-то сейчас скажет, а почему? Потому что я эти правила придумал. Потому что вот так вот. Все, я сказал, если ремонт, он не идет в зачет. В зачет идет именно сборка. Поэтому всю ночь, в день после выписки меня из больницы, я занимался ремонтом тахометра и установкой регулятора давления. Что я сейчас делаю? Для чего я вообще разобрал замок зажигания и полез сюда? Я сейчас воевал с тахометром, пробовал, ковырялся по-всякому и в конечном итоге понял, что он работает. Ну, как бы, и он, я понял логику его работы. Она очень интересная, совсем не такая, как я думал. Этот тахометр работает только при определенных условиях. Короче, сейчас я покажу, как я все это делал. Это прям веселуха та еще. Вот у нас стоит ноль. Правильно? Логично предположить, что тахометр управляется по минусу. Так? Так. Берем минус. Вот он минус. Через лампочку и кидаем сюда. Глух. Тогда ты думаешь, ну окей. Когда на катушке нет приходящего минуса, импульса, то через саму катушку, через обмотку катушки на проводе висит плюс. Логично? Логично. Потому что у тебя с одной стороны плюс подключен, через катушку проходит и сюда выходит. Пока здесь не появится минус, катушка не стреляет, у тебя висит плюс. Берем плюс. Закидываем сюда. Будет эффект. Смотри. Нифига. Я беру вторую контрольку. Контрольки подключены одна на плюс, другая на минус. Итак, мы берем и вешаем вот сюда вот этот провод плюсовой. А после этого начинаем играться минусовым. Короче, работает она не просто так, как я думал, что появляется минус. Вот ты видел. Никакой реакции нет. Она работает на переключение с минуса, с плюса на минус. То есть этот тахометр знает, что на катушке должен быть плюс. И когда блок подает импульс минусовой, она понимает, что эту катушку задействует. Пока на нем нет базового плюса, она просто массой не управляется. Прикинь, какая хитрость. Я до последнего думал, что этот тахометр не работает. Хорошо. Теперь я понял, что он работает. Ты скажешь, а как это приблизило тебя к решению этого вопроса? И вообще, решил ли ты его? На самом деле, я пока его не решил, но мне кажется, что с гигантской вероятностью я знаю, в чем дело. Самое главное, что наконец-то сегодня к нам приехал не Дедушка Мороз, нет, к нам приехал регулятор давления топлива. Это оригинальный АЕМ. Вот. Кто-то скажет, блин, охренеть, сколько же он стоит? Он стоит десятку, ребят, десять косарей стоит этот, переключай, вот этот, точнее, регулятор давления, десять косарей он стоит, блин. Важный момент, когда мы его привезли, я достал, решил посмотреть и увидел одну фигню. Это явно вакуумная трубка. И когда я ее увидел, я жестко расстроился, я подумал, ну неужели нас обяжут ставить его под капот? Ведь если ему нужен вакуум, то наша идея с установкой его в багажнике трещит по швам, потому что тащить вакуум из-под капота одинаково сложно, как тащить обратку из-под капота. Однако, я понял, что это все фигня. Я понял, что нас это не будет заботить. Знаешь, почему? Вакуум здесь нужен для моторов, у которых меняется давление в зависимости от оборотов. Вот обычный вазовский регулятор давления. Вот выглядит он так. Это такой бочонок, к которому подходит вакуумная трубка. Так вот, если вы повесите манометр на топливную рампу и погазуете на машине, то будете видеть, что у вас на холостом ходу два с половиной бара, ну или три с половиной в зависимости от модельного года. И когда вы газуете, оно подпрыгивает до трех бар, ну или до четырех. То есть, соответственно, подпрыгивает именно вот этот прыжок и дает вот эта трубка. Но у нас система работает на постоянном давлении. И оно не меняется от оборотов. У нас нет обратки под капотом и регулятор давления на мустанге не стоит под капотом на топливной рампе. То есть нет обратки в принципе с мотора. А это значит, что регулятор на мустанге должен стоять где-то в другом месте. Допустим, в баке или как на ваге в фильтре. И он скорее всего работает на четырех барах стабильного давления. И это значит, что эта трубка для нас просто не имеет никакого значения. Мы ее заткнем, а регулировать будем вот этой вот фигней. Поэтому, что нам сейчас нужно, это подключить его, собрать в багажнике и отрегулировать на нужное давление. Да, после этого мы сможем завести машину и после этого можно будет посмотреть, будет ли работать тахометр после двух наших действий. Короче, регулятор давления нас должен завтра спасти. На сегодня все. И следующий же день, так как Слава еще не приехал, мы тоже решили потратить на такие дела, которые нельзя назвать сборкой автомобиля. Да, мы это тоже не считаем сборку. Приехали наконец-то колеса. Колеса это отдельная тема. Веселуха. Короче, резина, к сожалению, не Гудьер. Как вы знаете, на Шелби Кобре вот будет картинка. Дима, не дай бог ты ее не вставишь, блин, ты постоянно не вставляешь картинки, которые я тебя прошу вставить. Вот будет прям картинка Шелби Кобре, на которой на колесах будет написано Гудьер. Гудьер. Или, например, Купер Кобра бывает написано. Короче, есть типы резины специально, чтобы беленькими можно было ее покрасить очень красиво, которые этой машине подходят по стилю. У нас резина Федерал. Федерал это Тайвань. И вы скажете фууу, а я скажу а найдите к другую нахрен. Мы эту-то заколебались. Знаете, откуда эта резина шла? Короче, с резиной отдельная веселуха. Почему? Потому что, как вы знаете, впереди у нас 245, 45, 17, сзади у нас 275, на 40, 17. Так вот, найти надо два колеса назад, два колеса наперед мы начали искать и нашли в Уфе чел продает 245 на 45 17 4 колеса, мы ему говорим нам нужно 2, он говорит хорошо, ищите в другом месте, я продаю только комплектом окей и нашли второй комплект 275 на 40 17, знаете где? в Петропавловске-Камчатском в Петропавловске это вообще где? это на нашей планете или нет? я не знаю, но оттуда они шли неделю и доставка стоила 15 косарей с Петропавловска, с Уфы доставка стоила по-моему 900 рублей а с Петропавловска 15 тысяч за доставку колес точнее не колеса, а резины за доставку, я еще раз повторю вот услышьте, за доставку резины из Петропавловска Камчатского мы заплатили 15 тысяч итого колеса нам обошлись в 60 косарей 60 косарей почему? потому что второй продавец из Петропавловска тоже сказал я два колеса вам не продам и поэтому мы купили 8 колес у нас есть 4 колеса назад 4 колеса наперед и все колеса федерал при этом они не Гудьер однако мы так сильно хотели собрать машину за 14 дней что на это никто не обращал внимания это я все к тому, что на следующий день после выписки меня с операции мы поехали в сервис чтобы наконец натянуть на диске приехавшую резину в будущем мы ее поменяем обязательно обязательно поменяем без этого никак ну как надо же Гудьер ставить по-любому надо Гудьер ставить Музыка 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 Мне короче врач сказал что мне хотя бы неделю нельзя даже без костыля ходить поэтому поехали Музыка Музыка Да пошел ты блин от тебя помощи вон Бентли помоги ведь ей плохо Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это регулятор давления Здесь есть диафрагм У тебя получается логика такая У тебя вот идет подача Вот она подача Она подходит вот в этот контур На этом же контуре вот заглушка Манометр и вот подача Поэтому мы видим давление линейное Вот это давление Потому что манометр грубо говоря вот на этой трубке висит Это обратка Попадая сюда бензин приподнимает диафрагму И сливается Вот этот штырек он упирается в диафрагму Через пружину специальную И когда я его затягиваю Я как бы нагружаю Диафрагму больше У меня с той стороны давит давление топлива А с этой я пружиной задавливаю И тем самым я ему усложняю Задачу приподнять И у него поднимается давление И вот она циркуляция Все, ничего не греется Отлично Короче Я забыл одеть звук Поэтому все, что я сейчас говорил Будет со звуком бензонасоса Бывают чипсы со вкусом лука А бывает звук со вкусом бензонасоса Вот И вот видишь Вот сейчас мы можем пощупать Ну чуть-чуть тепленькие Но как бы это нормально Чуть-чуть Еле-еле Почти не заметно Вот и все Вот мы и получили То самое, что надо было сделать Сто лет назад И то, что нас избавило бы От возможных последствий Там и огнетушитель бы не помог Рвануло бы так, что охренели бы все Итак Сейчас мы произведем Пробный запуск автомобиля Только для того Чтобы Убедиться в том Работает этот Или не работает тахометр Ты на него смотри Не на меня смотри Итак Опа И блин Вот глушишь машину И у тебя Пока зажигание не включишь Вот этот вот сброс Все Все Насос Готов Блин Слава богу Ёлки-маталки Я так счастлив Что Эти проблемы решены То есть Как вы понимаете До приезда Славы Я после операции С перемотанной ногой И без костыля Бегал и прыгал Делал все дела Для того, чтобы Когда он приедет Мы могли заниматься Чисто уже сборкой Докупал какую-то мелочевку Туда-сюда Туда-сюда И Наконец-то Слава приезжает И весь 13-й и 14-й день Мы занимаемся тем Что готовим машину К установке кузова Давай посмотрим Впервые в жизни Ставятся колеса Так, я в первом ряду Где мой попкорн Ты посмотри Ты посмотри на это Слава Оей, слава не может попасть С колеса Я Ё-моё Стой А ты их подтянул Стой Нет, нет Да, я сделаю сам От центрового Ой ты блин Вообще конец Вот Ну я не знаю Мне как-то так После О, твою мать Ты смотри Что сделал Нет, там ничё Смотри, диск надо на балансировку ввести Видишь, вот На раскатку скажи Всё, надо катать Диск теперь Помял, блин Это всё равно не войдёт в мангар Дима смотри А Дима сейчас в 3 часа ночи рыдает Монтирую в последний момент этот ролик Завтра выпускать А он не спит Он хочет жрать, спать Хочет всё, но нельзя Ты его там приковал? Угу Ты бы ему хоть еды подкинул Ещё чего Пусть сначала ролик смонтирует Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАФТО Я, короче, заметил такую тему, что пока мы не натянули кузов Она выглядит прям ссууперсовременно ультра современно супер болид какой-то поварет бай фор такой выхлоп велвуд тормоза огромные все так ультра современно вот нигде вообще не пахнет не то что 60-ми годами тут блин 2018-м отовсюду прет ну то есть там 20-м то есть она вот ультра современная эта машина а как кузов натянули он такая да 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 так умеет бы убить убейте меня и 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 в день заявленного срока на сборку кобры и посмотрите на результаты Саня вернулся я смотрю кадры, я делаю красиво почему никто кроме тебя Саня так не делает Саня вернулся Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Я просто сигнал проверял, Слав Я же ничего плохого не знаю Я просто проверил сигнал, работает или нет Охренеть тут сигнал И, Слав, еще раз, аккуратно Я же не зря сигнал ставил, чтобы пивикнуть Я не знаю, какой сигнал Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сейчас я отвечу на главный вопрос Успели ли мы собрать «Кобру» за 14 дней? Нет, не успели Короче, вечером 14 дня Кузов еще не был установлен Да, мы его как бы накинули Но полноценно его не установили И, к сожалению, подводим итог За 14 дней мы «Кобру» не собрали Однако же мы из... Ну, а для себя же ты не будешь жадным Мы чисто для себя дали сами себе 15-й день на сборку А потом и 16-й А потом и 17-й, да? Короче, на этом этот ролик будет заканчиваться Но знаете, что мы не успели? Но мы очень близки были, на самом деле, к тому, чтобы успеть И вот просто вдумайтесь 14 дней назад Это было 36 коробок Плюс Голая рама и кузов И спустя 2 недели Эта техника уже поехала В общем, как вы поняли К сожалению, мы не успели Собрать машину за 14 дней Но это не конец То есть не думайте Дальше будут еще ролики Про нее Если вы думаете, что Все, не успели, блин Больше вы ее не увидите Нет, нет, нет Дальше будет интересно Потому что сегодня 17 августа И я точно знаю, что было дальше И до сих пор на момент 17 августа Все это еще далеко не закончилось Однако же Перед тем, как все это закончится Есть маленькая, опять, рекламная интеграция Да Важный момент Относительно автошколы Много людей писало Естественно, когда я попросил Ребят, не пишите в личку Я сразу получил 500 сообщений в личку Ой, блин У меня просто отдельная тема Ребят, те, кто писал в личку Например, а сколько будет стоить Обучение в школе Вам права не нужны Не покупайте себе права В смысле не покупайте Не получайте Не покупайте Вообще ни в коем случае Они вам не нужны И вот вы будете ехать Там написано Знак Кирпич Движение запрещено А вы такие Ну кирпич же, ну а че Я так тихонечко проеду В общем, из-за таких вот людей И получаются аварии, блин Вот Пожалуйста, не получайте никогда права Придумайте что-нибудь Просто не покупайте себе Автомобили И ни в коем случае Не получайте права В общем, ладно Серега на меня очень обидится Если мы не расскажем в этом ролике О том, что Вы можете записаться в автошколу Да Все Автошкола уже Запускает набор учеников И по ссылке внизу Вы можете перейти по ссылке внизу Именно внизу по ссылке Не надо писать мне в личку, пожалуйста Перейти туда Попасть на сайт И там будет написано Где Что Когда Сколько стоит И если вы что-то не поняли Вы можете позвонить по телефону Который там указан И вам обязательно объяснят Те Еще раз Кто будет писать мне в личку Никогда, блин Я прокляну вас Блин Вот У меня дома висят Лягушачьи лапки И змеиные хвосты Я сварю зелье Как, блин Профессор Снейп И прокляну вас К чертовой матери, блин Чтобы вы никогда права свои не получили Я не понимаю, как можно Вот тебе сказали Не пиши, блин Но ты же Зачем ты пишешь? И причем некоторые из них пишут Ты вроде сказал не писать Но я вот решил написать Чем ты руководствовался Когда ты решил написать? Ладно И вот буквально Полчаса назад Мы ездили туда И вот сейчас после За окончание ролика Вы сможете увидеть Где находится наша школа Как она выглядит И Если кому-то нужно Уже записаться Позвонить И Учиться на права А на этом все Как-то так Всем пока Вот как раз те, кто любит Паскриптум Для них будет Вот прям На 10 минут Паскриптум О том, как мы ездили в школу И про девалт Не забудь вставить Это не реклама Нет Они мне не платили Мы идем, короче Смотреть Автошколу На самом деле Я даже не видел ее еще Ни разу Когда это помещение Арендовывалось Я его видел Но оно было Не подготовлено И с тех пор Много чего изменилось Там уже сейчас Сделан ремонт И соответственно Все готово К запуску И вот сейчас Мы идем Смотреть Каково это Мне прям Даже интересно Честно А это да Весит 22 У меня был такой Только это лифтбэк А у меня был седан Разноцветный Лексус Это чтобы его Не угнали Вот же Ёлки Ни хрена себе Слушай Как в сервисе Лампы Уже вижу Это модная Такая пошла Нифига себе Прикольно А это водопроводные трубы Так проведены Да? Без палева Слушай Нормально Учите меня Ура Вот это ништяк Это здесь Можно сидеть И учиться Можно я Здравствуйте Не будем мешать Там что-то прям Ни хрена себе Здрасте Ёлки Сколько здесь народу Слушай Ну что скажешь Вот Блин По-моему Здесь этот Маляр Который красил У него проблемы С горизонтом Слушай Ну здесь Здесь по-моему Надо Как они Собеседование проводить Окей Приятно познакомиться Ну я думаю Что мы увидимся Еще и не раз И вы увидите Совсем не такого Тодорчонка Как в интернете А как раз Злого Противного Эгоистичного И вредного Человека Да И паспортами Не забудьте Скинуться Чтобы вы не сбежали Когда это все начнется Счастливо Скажите Попросился Пироженька Знаешь Знаешь как Типа Неудобства Такие Как моральные Стеснения Серег Застеснял Все Засмущал И всех Ребят И меня Да Это он Во всем Виноват Вот Это Вот Этот Человек Виноват Во всем Этот Человек Полгода Приезжал Ко мне И забирал У меня Деньги И говорит Это все На школу На школу А сам ездит В Доминикану И куда-то отдыхать Короче Это улица Рабочая Дом 6 Именно здесь У нас будет автошкола Короче Серега вызвал меня Сегодня сюда Для того чтобы Я сказал всем Что начинает Старт продаж То есть вы уже Можете записаться В школу И обучиться И все у вас будет Замечательно Так Ссылочки все В описании Мы не будем Это стоять Это настолько Отвратительно Вообще Все вот это Что снято Что это Точно не войдет В монтаж Да Серега Это теневой магнат Который всем заведует Но из-под тяжка И никто об этом не знает Все думают Что кто-то чем-то командует На самом деле Всем командует Серый кардинал Серега Слушай А прикольно Да По итогу У меня был такой Авенсис Я не рассказывал Ни разу Но Это еще не все Есть гораздо более Интересная тема Короче В предыдущем видео Про Кобру Где я так нахваливал Сверла Девал Я говорил Что сверла очень крутые Потому что они нам помогли Мы ими очень много Дырок насверлили Так вот После этого Вышел со мной на связь Представитель компании Девал И В отличии от всех комментах Он не начал говорить мне Что Девал Это американская компания К тому же На сверлах написано Сделано в Германии Он вышел на связь Совсем для другого Он сказал Мы рады Что вам понравилась Продукция Девал Поэтому Абсолютно Бесплатно Мы подогоняем Вам вот такую Фигню Блин Я сумку уронил Вот это Правильная реакция Интересно А Кастрол Мне может быть Тоже бочку масла подгонит Нет? Вот И это 18-ти вольтовый Шуруповерт Девал По-моему Это выглядит Как рекламная интеграция Абсолютно Да? Ну короче Ладно Все Тогда заканчиваем С этим Ааа Во Я еще увидел Кстати В паре видосов Что бывают Болгарки на батарейках То есть УШМ Угловая шлифовая машинка Но именно Вот маленькая болгарка На батарейках Если что У меня ее тоже нет Вот Внезапно На душе Вот появилось желание Поделиться с кем-то Этой проблемой Вот Ну вот Что делать Если у тебя нет лобзика И нету Болгарки на батарейках Вот что делать В общем Если ваши знакомые Или друзья Работают в компаниях Макита Бош Девалт У меня уже есть Знакомые Получается И Блэкен Деккер Тоже есть Сименс Сони Кстати Хм Сони Короче Если у вас есть знакомые В компании Макита Или в компании Бош Вы знаете Что делать У меня нет Лобзика Лобзика И болгарки на батарейках Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»